От лица Иркутского отделения Российского кардиологического общества разрешите поприветствовать всех участников нашего мероприятия. Для нас это, безусловно, большое событие. Ну и так совпало, получилось, что у нас десятилетие Иркутского общества кардиологов. 2 июня 2012 года ведущие наши кардиологи, заведующие отделениями, поликлинические кардиологи собрались. Вот вы видите историческую фотографию нашу. И организовали тогда Иркутское общество кардиологов. Коротко о нашем отделении. По данным нашего секретаря, Инета Александровна, у нас 126 человек. По данным РКО, они считают по взносам, там у нас 94 человека. Такой состав нашего отделения. Основная работа, как и везде, наверное, это проведение заседаний общества. В основном мы стараемся проводить на клинических базах. И это в форме клинических разборов, сложных, неясных случаев. Потому что это основная форма совершенствования кардиологического искусства уровня врачей. Фармфирмы, бизнес мы туда не пускаем, потому что их присутствие заметно искажает объективность информации. Ну и кроме того, второе направление у нас, оно тоже традиционное. Это знакомство коллег с новыми достижениями быстро прогрессирующей кардиологии. Мы проводим их два раза в год в крупных промышленных наших центрах. Это выездные мероприятия в Братске. Аналогичные же проводятся у нас в Ангарске. И итогово в конце года уже подводим основные итоги европейских и российских конгрессов. В конце ноября съезд у нас проходит Иркутского отделения Российского кардиологического общества. Конечно, основу любого общества составляют известные и авторитетные, и заслуженные наши кардиологи. Вот мы такую медаль сделали у себя в обществе за верность профессии кардиолога. Вот здесь вы видите Маргариту Викторовна Сапкова. С нее начиналась иркутская кардиология. Она основывала первое кардиологическое отделение. Ну и, соответственно, первую медаль мы ей вручили. Она до сих пор, кстати, трудится успешно в кардиологическом отделении 3-й Кировской больницы. Она критикует нас за то, что мы увлекаемся стандартами, схемами, считая, что индивидуальный подход, клиническое мышление все-таки намного важнее в диагностике. Недавно юбилей, кстати, мы отмечали всей кардиологической нашей командой. Конечно, мы, безусловно, стремимся быть в технологическом процессе. Тем более у нас очень большая область, регионы. Там добраться порой крайне сложно до всех наших кардиологов на местах. Ну и с первого времени, с момента создания у нас появился свой сайт есть. Для оперативного обмена информацией есть телеграм-канал у нас. Есть видеоканал на YouTube, и сейчас мы сделали зеркало на Рутюбе. То есть там наши мероприятия, наши конференции. Там можно зайти, посмотреть, почитать. Наши мероприятия транслируются, если большие иметь в виду. И здесь нас поддерживает, мы очень благодарны им, кстати, лучшая российская ВКС-система, это Труконф, они нам помогают. Так что вот мы так вот движемся в русле современных технологических подходов. Ну и, конечно, мы, собственно, себя обществом-то почувствовали когда? Когда нас приняли в российское кардиологическое общество, безусловно. Надо сказать, что поначалу интереса к нашим региональным делам не было большого. И я должен сказать, что только с приходом команды Евгения Владимировича РКО развернулось к регионам. И тогда, когда уже повторно обращались с просьбой нас принять, Александр Олегович буквально в один день решил все наши сложности. И мы влились вот в дружную семью российского кардиологического общества. Должен сказать, что очень здорово работает исполнительная дирекция, помогая нам буквально во всех наших вопросах, проблемах. Анастасия Александровна все время на связи, сама все решает. И даже подготовка к конгрессу, понятно, что она в основном-то велась центральным аппаратом РКО. И тем не менее все наши пожелания, все наши вопросы, все наши какие-то моменты, необходимые для организации, они все учитывались. И Елена Алексеевна нам очень помогала. И, безусловно, конечно, мы очень счастливы, что мы в такой высокопрогрессивной и дружной семье кардиологического общества находимся. И, конечно, вот внимание региону — это не только вот этот конгресс. Вот для нас вообще историческое событие в 2013 году, когда Евгений Владимирович привез к нам руководство Европейского общества кардиологов. Панас Вардес, Роберто Феррари выступали. И, в общем-то говоря, на иностранном языке, в общем, для нас это было, конечно, событием большим, и мы очень рады этому. И, конечно, большая поддержка, и мы вот прямо благодарны, особенно молодые кардиологи, вот этим регулярным образовательным форумом. И каждый год у нас несколько человек из молодых кардиологов едут на эти форумы. В этом году у нас молодой кардиолог из Братской и второй с Ангарской едут. Это очень важно, потому что опытные кардиологи имеют порой возможность съездить на какие-то форумы, а молодые нет. И вот эта программа, она чрезвычайно важна, безусловно. Ну и, конечно, мы очень хотели, чтобы все прошло очно. И вообще-то дату мы определяли уже с руководством и руководством, чтобы Евгений Владимирович обязательно приехал к нам, в своем графике выбрал это время. Ну, так получилось, что у нас онлайн, конечно. И мы очень надеемся, что эти программы будут продолжены, и что мы в следующий раз уже встретимся очно, уже на берегах Байкала. Ну и от лица Иркутского отделения хочу пожелать успешной работы региональному форуму Конгрессу кардиологов. Продолжение следует...